В большинстве случаев налог на доходы физических лиц автоматически удерживается с заработной платы сотрудника работодателем. Но в ряде случаев физические лица должны все делать самостоятельно. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, адвокатах, тех, кто оказывает частные услуги на дому, маникюрщицах, массажистах, парикмахерах. К категориям тех граждан, которые обязаны задекларировать свои доходы за прошедший календарный год, относятся прежде всего те граждане, которые получили доходы от продажи имущества, которое было у них в собственности менее минимального срока владения. Это либо три года, либо пять лет в зависимости от вида имущества. Кроме того, декларируют свои доходы граждане от продажи ценных бумаг, от продажи доли уставного капитала в организациях, от сдачи в наем квартир, комнат и нового имущества. Это выигрыши различного рода, то есть это выигрыши в лотерее, в букмекерской конторе, в каких-то автоматах игровых. Декларируются доходы от полученные в порядке дарения от лиц, которые не являются близкими родственниками. Время чьи для подачи декларации 4 мая. Оплата не позднее 15 июля для опоздавших штраф. А их, кстати, немало. В прошлом году таких вот забывчивых набралось почти на 4,5 тысячи человек. После налоговых проверок сумма доначисленного налога составила почти 77 миллионов рублей. Общая сумма декларации формы 3НДФЛ составила 78 тысяч. Общая сумма налога 407 миллионов рублей. При этом подать декларацию можно, не посещая налоговую физически. В электронном виде самый удобный способ, самый оптимальный вариант для того, чтобы отчитаться о своих доходах. С помощью официального сервиса Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Этот сервис доступен на нашем сайте. Подключиться к нему можно в любой налоговой инспекции Рязанской области. Тут экстрадиториальный принцип действует. Ну и кроме того, всегда есть возможность сформировать свой личный кабинет физическому лицу с помощью учетной записи портала госуслуг. В части льгот, как и в прошлом году, будет применен беззаявительный или проактивный порядок предоставления льгот и вычетов. Проверить наличие или отсутствие льготы можно с помощью сервиса «Справочная информация о справках и льготах по имущественным налогам». Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».